Друзья, как вы думаете, питание может ускорить зачатие ребёнка? Существует ли какая-то специальная диета для женщин, планирующих беременность? Я доктор Лена Березовская, я вас приветствую с себя на канале YouTube. К сожалению, вокруг этой темы появилось очень много мифов. Есть ли о питании беременной женщины? Мы знаем много. На эту тему написаны книги, созданы видео, есть очень много различных публикаций. Есть много диетологов и натурциологов, которые рассказывают беременной женщине, как правильно питаться. То в плане подготовки к беременности существует очень много мифов. Потому что пока женщина не беременна, внутри неё нет никакого ребёнка. Поэтому, ну как пища может негативно влиять на ребёнка? Или с другой стороны, а как пища может повлиять на зачатие ребёнка? На самом деле, если смотреть на огромнейшее количество различных кухонь мира, а их есть тысячи, если не больше, то даже в одном регионе, скажем, могут быть, ну, несколько видов вот этих национальных блюд. Я, кстати, очень люблю кухни народа мира. Так вот, оказалось, что уровень рождаемости детей по разным регионам мира не зависит от вида продуктов питания, которые используют эти люди, скажем, веками. Например, мексиканцы любят очень острую пищу. Даже я не могу кушать мексиканскую еду. А, скажем, народы севера, они часто едят сырую, полусырую рыбу и мясо, и при этом, ну, как бы размножаются, то есть беременеют и рожают. Так в чём проблема? Оказывается, что очень важно, чтобы пища была разнообразной и полноценной, в частности, по энергетическому составу и по составу питательных веществ. И если, скажем, люди не страдают голоданием, или, скажем, у них нет каких-то заболеваний по усвоению питательных веществ, то, в принципе, этого достаточно, то есть нормальное здоровое питание разнообразное достаточно для планирования беременности, независимо от региона. Это может быть и китайская еда, это может быть и мексиканская еда, это могут быть разные виды еды. Важно понимать, что все вот эти слухи о том, что якобы, например, оливковое масло, рыба, морепродукты улучшают уровень зачатия, но самое смешное, что они могут позволить манипулировать созданием, например, мальчиков или девочек, это всё мифы и слухи. К сожалению, есть люди, которые этому обучают, причём за деньги, то есть вот это всё навязывают. Нет, еда не влияет на пол ребёнка, который будет зачат. То есть в этом отношении это всё мифы и слухи, это предрассудки прошлых веков. Но если говорить о людях, у которых есть проблемы, например, ну, скажем, аллергия на орехи, ну, конечно, женщина, которая имеет аллергию на орехи, она не может употреблять орехи, даже если это ценный продукт пищевой, и нужно иметь в своём рационе хоть какие-то орехи, правильно? То же самое можно сказать о диете без глютена, когда у ряда людей, это очень редко на самом деле случается, не может осваиваться глютен. И тогда мы говорим о том, что эти люди должны быть очень осторожны в выборе продуктов, потому что у них часто могут болеть, ну, у этих женщин часто болит низ живота, потому что есть проблемы с кишечником, серьёзные проблемы. И, конечно, в таком состоянии эти женщины беременеть не могут. Им просто не до половых отношений. Но также нужно понимать, что люди, которые сидят, например, на различных диетах, вот просто для того, чтобы сбросить вес, чтобы иметь красивую фигуру, это тоже не выход из ситуации, и это тоже может привести, например, к заглушению репродуктивной функции. Есть масса-масса примеров, когда молоденькие девушки в погоне за фигурой сбросили резко вес, и в результате это привело к тому, что у них практически исчезли менструальные циклы. Запустить эти менструальные циклы не так просто. Фактически, менструальные циклы – это что? Это репродуктивная функция. Это как раз регулярная овуляция, которая отсутствует. То же самое, женщины, которые набирают резко вес, у них, например, какие-то нарушения обменных процессов, они тоже могут страдать понижением их уровня зачатия, то есть страдать нарушением овуляции. И это, например, наблюдается при синдроме поликистозных яичников. Таких примеров, когда некоторые заболевания требуют вмешательства и коррекции питания, можно привести много. И именно вот только в таких случаях мы говорим о том, что питание может улучшить обменные процессы и повысить шанс зачатия, то есть фактически улучшить лечение заболевания. Но сама по себе диета не поможет слишком много. Значит, какие мы выводы делаем? Ну, первое, что нет абсолютно никакой специфической диеты для зачатия ребенка. Питание должно быть разнообразным. Конечно, я забыла сказать, мы исключаем алкогольные напитки, то есть алкоголь, потому что все-таки мы не знаем безопасные дозы алкоголя для будущего ребенка, поэтому с этим не шутим. И если алкоголь используется в приготовлении пищи, то чаще всего термическая обработка приводит к его распаду, и поэтому такая пища не является опасной для женщины, которая планирует беременность. Но если это действительно алкогольный напиток, и женщина принимает этот напиток внутрь, то это уже как раз нежелательно. И, значит, те люди, которые требуют каких-то особых видов диет по медицинским показаниям, то они должны придерживаться этих диет. Других, как говорится, рекомендаций в плане питания при планировании беременности не будет. То есть питайтесь разнообразно, полноценно, и не старайтесь сидеть на каких-то диетах по быстрому уменьшению вашего веса, или, наоборот, по быстрому набору вашего веса. Будьте с этим осторожны. Самое главное, не забывайте жить регулярно в половой жизни, потому что это ключик к тому, чтобы вы могли защищать ребенка. То есть не нужно надеяться какие-то другие меры. Нужно жить регулярно в незащищенной половой жизни. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте в комментариях писать, какие видео на другие темы вы бы хотели видеть на моем канале. Всего хорошего. До свидания.